Курске в игровом зале Динамо. Второй матч полуфинальной серии между Спарта-НК из Видного и Динамо-Курск. Первый закончился победой Спарты, но, несмотря на то, что Спарта лидировала практически на протяжении всего матча, и порой преимущество было весьма весомым, шансы у Динамо были. В последнем периоде динамовки сократили свое отставание буквально до нескольких очков. Не хватило чуть-чуть. Спарта на классе вытянул тот матч. Сейчас второй матч серии либо определяет полуфиналиста, либо серия продолжается и переезжает в Видное. Значение матча для Курска было настолько велико, что хозяйкам паркета понадобилось чуть ли не половина первой четверти, чтобы забыть обо всем и войти в игру. Спарта этим с готовностью воспользовалась. Пока курянки мазали, гости забрасывали мячи, и только благодаря этому сформировалось их небольшое преимущество после первой четверти – 19-12. Маленькое отступление. Обратите внимание на солнечный свет, ярко освещающий зал и в большей степени пол. Вернемся к освещению позже. Освоившись в родном зале, Динамо проводит второй период на равных, но из-за стартового провала к большому перерыву все еще в отстающих. 38-31. Спарта и Ка впереди. В каждой команде не более одного игрока выступают стабильно хорошо. У гостей это Кэндис Дюпри, в Динамо – Екатерина Лисина. Остальных лихорадит. Приведя нервы в порядок, Курск в третьей четверти пошел вперед и почти смог переломить ход поединка, но тут случилось для хозяек страшное. У Спарты полетели трешки и не просто в сторону кольца, а в цель. Во второй половине Динамо столкнулось еще с одной проблемой – нелепой и вдвойне обидной из-за того, что зал свой, родной и, казалось бы, до боли знакомый. Солнышко стало закатываться за горизонт, вечерело, а потому, в отличие от начала, противостояние светило не на пол, а в глаза нападающим курянкам, которые ни мяч, ни кольцо толком не видели. Страдали не только хозяйки. Поки Четман тоже с трудом наблюдал за происходящим. Первой не выдержала Анна Петракова и попыталась хоть что-то изменить, обратившись к судьям. Однако было уже поздно. После короткого совещания все оставили как есть. Перед последним периодом не поменялся и лидер. 50-48. Спарта. Солнце село, курянкам стало полегче. Соответственно, спартаковкам сложнее. За полторы минуты до финальной сирены счет 62-62 и вынос мяча из-за лицевой гостями. Кто сверху шепнул Бекки Хэммон – бросай. С чего вдруг она решилась на дальнюю атаку через руки защитника? Но победителей не судят. Седьмое попадание в матче издали. Конкретнее – пятое во второй половине. Сделало положение «Динамо» критическим, а последовавшая потеря – безнадежным. Время было слишком мало. 66-64. Спарта в финале. «Динамо Курск» бьется за бронзу. И неизвестно еще, какая серия будет зрелищней. Обидно. Обидно, что проиграли. Рассчитывали на большее, честно. Рассчитывали сегодня выиграть и уже решающий матч провести в «Динамо». Наверное, как-то не настроились. Видимо, может быть, немножко не подготовились. Я не знаю, что произошло. Мы могли выиграть. Я не знаю, я правда разочарована очень, что мы не выиграли. И хотя бы на домашней площадке мы могли это сделать.